Что делать, если яблоня подмерзла? Практически на каждом приусадебном участке растет множество кустарников и плодовых деревьев, среди которых нередко встречается яблоня. Садоводы ценят ее за непревзойденные вкусовые качества плодов, которые годятся как для употребления свежими, так и для переработки соки, джемы, повидла и т.д. Но даже опытный хозяин может допустить ошибку в подготовке к зиме. В таком случае возникает вопрос, если яблоня подмерзла, что делать? Яблоня подмерзла, возможно ли спасти? К сожалению, не только молодые, но даже старые деревья могут пострадать от сильных морозов. Особенно это касается теплолюбивых сортов, айдареда, антоновки, белого налива и т.д. Саженцы могут вымерзнуть полностью, а при условии промерзания грунта гибнет корень. Ниже рассмотрены необходимые действия для спасения при разных стадиях поражения заморозками. Симптомы концу весны на дереве нет. Появилось ни одного листочка. Яблоня не пробуждается от зимнего сна и не подает признаков жизни. Кора сморщилась, окрасилась в серый оттенок и засохла. Под корой образовалась влага с гнилостным запахом. На срезе ветвей корневой системы видны бурые пятна. Порослей нет. Вывод. Такая ситуация говорит о полном омертвении тканей. Яблоня замерзла. Что делать в данном случае абсолютно очевидно? Раскорчевывать и высаживать новые деревья. Яблоня подмерзла. Симптомы в наземной части дерева аналогичны первому случаю, но корень живой. В апреле или мае появляется поросль. Это значит, что вымерзла только верхняя часть растения. Есть шанс, что крона восстановится, но при условии появления почек. Если почек нет, то есть поросль, дерево пригодно лишь для перепрививки. Выводы. Прежде всего, следует удалить все замерзшие участки крона и обрезать мертвые ветви. Формировать новую крону следует из отростков. В таких случаях можно придать дереву форму куста или чаши. Но многие садовники предпочитают заменить дерево полностью. Симптомы почки на дереве распускаются в указанный срок, идет завязка бутанов и распускаются цветы. Но листья небольшого размера покрываются желтыми питными, а со временем засыхают вовсе и осыпаются. Срезы не показывают следов промерзания, ни пятен, никаких либо иных следов. А вот корни имеют бурый цвет, молодые побеги не появляются. Выводы. Дерево спасти нельзя. Верхняя его часть не пострадала от заморозков, но корневая система погибла. Возможной причиной тому стали сильные промерзания почвы или подтопления талыми водами. Подмерзший плод симптомы. Корень не пострадал от мороза. А чем можно судить по появившейся сильной поросли? При этом главная крона пострадала достаточно ощутимо, что сказывается в развитии, лист сохнет или растет мелким, на срезе ветви имеют зеленоватый оттенок. Бурые пятна – это главный симптом того, что мороз удалось подморозить дерево. Выводы. Симптоматика будет наблюдаться несколько сезонов, но спасти дерево можно. Главное – оценить необходимость наличия в саду данного сорта. Дерево, которое можно заменить, заменяют оценный сорт, лечат путем срезания поврежденных зон. Дерево обрезают вплоть до сильных штамповых побегов и формируют новую крону. Дополнительная информация. Молодые деревья нуждаются в особой защите от морозов. Причем укрывать нужно не только ствол, но также грунт, чтобы защитить корень от подмерзания. Симптомы. Основной признак средней степени подмерзания – это плохое развитие почек. Часть из них может вовсе не пробудиться. Молодые ветви, засохлые, при срезе имеют бурый цвет. При этом появляются сильные волчковые побеги, это означает, что дерево можно спасти. Выводы. Все поврежденные участки нужно срезать, а крону восстанавливать за счет сформировавшихся почковых побегов. В случае не пробуждения яблоневых плодовых почек, но при отсутствии другой симптоматики, можно радоваться, пострадал лишь урожай яблок в этом сезоне. Если за деревом хорошо ухаживать и делать подкормки, то к следующему году оно даст урожай. Дополнительная информация. При ежегодном подмерзании плодовых почек следует заменить сорт, он не пригоден для данной климатической полосы. Обрезка плодовых деревьев Обрезка подмерзших деревьев Обрезка деревьев полностью зависит от возраста и уровня обморожения. Главный принцип здесь помочь дереву справиться с полученным ущербом и не навредить ему. Поэтому можно дать несколько общих советов по обрезке и формировании новой кроны, при условии, что дерево, которое было высажено на постоянное место менее 4 лет назад, промерзло полностью до снежного покрова, его полностью срезают до уровня оставшейся нетронутой заморозком древесины. Из корневой поросли формируется новая крона. Если промерзание произошло выше места, куда была сделана прививка культурного сорта, заново появившиеся ветви будут относиться именно к нему. В таком случае срезается все лишнее. Можно подождать до следующего сезона и уже потом выполнить обрезку. При условии, что молодое дерево подмерзло не сильно, все новые ростки, идущие с подвои и от корня, требуют удалять. Это делается для того, чтобы дерево не затрачивало силы на формирование побегов, которые ему не нужны. Наоборот, оно должно направить полезные вещества на рост оставшихся ветвей. Взрослые деревья, незначительно пострадавшие от зимних морозов, следует обрезать абсолютно так же, как и другие. Но при этом уровень обрезки должен быть не слишком интенсивным. Лучше срезать больше на будущий сезон. Сильно пострадавшие от морозов деревья лучше не обрезать вовсе. Нужно дождаться распускания почек. Только так можно определить уровень повреждения ветвей морозом и сделать правильные выводы о том, какие ветви должны остаться, а какие нужно удалить. Достаточно часто страдают только кончики и макушка, а нижние ветви остаются нетронутыми морозом. В таком случае, нужно срезать поврежденные части со здоровой древесины до того места, где появились новые побеги. Дополнительная информация. Срезать поврежденные ветви нужно очень осторожно, чтобы не снять лишние. Места срезов обрабатываются садовым вором. Смазывание среза ухода за пострадавшим от заморозков сожинцем молодые, еще не успевшие окрепнуть деревья, чаще всего могут подмерзать при зимних морозах. Итак, подмерзла яблоня, что делать? Если дерево пострадало не сильно, можно сделать профилактическую обрезку поврежденных участков и усилить уход за ним. В этот период следует усилить полив, чтобы пострадавший деревце не страдало от недостатка влаги. При появлении цветочных завязей следует произвести удаление. Проводится подкормки и регулярное эмульчирование. Все гораздо сложнее, когда саженец вымерз полностью, но остался целым корень. В данном случае попытка спасти его не увенчается успехом, поскольку дерево еще не было сформировано. Лучше вовсе заменить его на новое. Но если сорт достаточно ценен, нужно произвести полную обрезку до уцелевшей древесины, а новую крону формировать из образовавшейся поросли. Из всех появившихся побегов следует выбрать один самый сильный, который станет основой для будущей кроны. Развитие других побегов нужно сдерживать путем укорачивания. На будущий сезон они вырезаются вовсе. При условии сильной корневой системы можно рассчитывать на формирование новой кроны в несколько раз быстрее, чем при высадке нового саженца. То есть пойти подобным путем – это правильное решение. Формируемую крону нужно обильно поливать, а дерево подкормить полезными веществами. Подкормка яблони подмерзла верхушка колоновидной яблони. Пути решения проблемы данный сорт яблок достаточно популярен среди садоводов. Но они также могут пострадать от заморозков, особенно подвержена опасность их верхушка. Итак, у колоновидной яблони замерзла верхушка, что делать в данном случае? Прежде всего, не стоит паниковать. При подмерзании на верхушке дерева начинается ветвление. Таким образом, формируется не один ствол, а два или три. Неопытные садоводы при этом не знают, что делать и часто губят дерево. Но по факту, ничего страшного не произошло. Опытный садовод может даже извлечь выгоду из подобной ситуации. Если все три ствола развиваются хорошо, то плоды будут на каждом из них. Дополнительная информация. Появление дополнительных стволов – это обычная реакция растения на повреждения. Оно пытается сформировать дополнительные ветви для гарантированного выживания. Если нет желания оставлять несколько стволов, следует определить, какой из них самый мощный, а дополнительные вырезать. На оставшемся побеге должно остаться несколько листов. С наступлением тепла почки на нем пробудятся. Если верхушка погибла от мороза, требует срезать ее секатором до живой части побега. Оставшаяся часть побега станет продолжением ствола. Чтобы не дать промерзать ветвям колоновидной яблони, нужно позаботиться о надежной защите молодых деревьев от морозов. Их тщательно укрывают на весь холодный период года, таким образом защищая от сильных заморозков. Подобные меры позволят уберечь растения как от холода, так и от вредителей, к которым относятся зайцы, мыши и прочие грызуны. Прыхление приствольных кругов Советы по уходу от опытных садоводов Прежде всего от мороза нужно защищать штампы и скелет деревьев. Если есть признаки поражения растения морозом, то именно эти части осматриваются наиболее тщательно. Определить степень поражения можно, срезав острым ножом часть древесины со ствола. При этом нужно смотреть на ее цвет, темно-коричневый, дерево мертво, светло-коричневый, средняя степень повреждения, зеленоватый цвет, слабые повреждения. Начинать лечение дерева нужно сразу же с отступлением морозов. Как только растаял снег, следует провести первую подкормку азотными удобрениями. Дозировка берется больше, чем при обычном кормлении. Следующий шаг – побелка и опрыскивание раствором извести. Данный шаг позволит уменьшить нагревание коры. Не стоит забывать о рахлении и эмульчировании. Дополнительная информация. Пострадавшие от мороза ножевые почки распускаются гораздо дольше, чем неповрежденные. Нужно просто подождать. Поливать подвергшиеся обморожению деревья время от времени следует теплой водой. Причем эта процедура проводится вплоть до установления жаркой летней погоды. С середины июля полив производится водой обычной температуры. Вот с обрезкой спешить не нужно. Прояснить картину со степенью повреждения можно будет только после того, как распустятся неповрежденные морозом почки. Нельзя допускать цветение дерева. Если верхняя часть дерева погибла, можно дождаться появления осенней поросли и сформировать из нее новую крону. Для этого выбирается наиболее сильный побег, который станет формирующей основой. Остальная поросль срезается. Старая крона должна быть срезана до места роста нового формирующего побега. Достаточно часто садоводы практикуют оставление нескольких стволов и формируют многоствольное дерево. Если дерево было молодым и не болело, новая крона будет сформирована всего за несколько сезонов. Полив плодового дерева, обрезая подмерзшие растения, нужно быть очень внимательным, следя за тем, чтобы на центральном проводнике и основных случаях было как можно меньше ран. В противном случае ветвь, находящаяся выше срезов, может погибнуть. Иногда подобная ситуация приводит к гибели всего дерева. В случае, когда подобных работ не избежать, одна ветвь срезается полностью, а на другой оставляется отросток максимально возможной длины. По возможности, серьезную обрезку поврежденных морозом деревьев откладывают на следующий сезон. Места срезов обязательно дезинфицируют и обильно обрабатывают садовым вором. Данная процедура обязательно для любых деревьев, но с подмерзшими она выполняется максимально тщательно. Дополнительная информация. Обработка срезов ветвей проводится медным купоросом, разведенным в воде. При этом соблюдается пропорция 100 грамм вещества на 10 литров воды. После дезинфекции место раны закрывается садовым вором, это позволит избежать занесения инфекции. Даже при принятии всех необходимых мер в летний период возможно усыхание поврежденных ветвей. Они вырезаются на кольцо. Данная ситуация никак не повлияет на восстановление всего растения, но удалять засохшие ветки нужно обязательно. В противном случае, возможно появление короедов, древоточцев и других вредителей подобного рода. В целом, обморожение яблони – это большая неприятность даже для опытного садовода, но вовремя принятые меры позволят минимизировать ущерб. При этом, следует помнить, что лучше предотвратить беду, чем бороться с возможными последствиями. Поэтому молодые деревья нужно тщательно подготавливать к зимовке. 00 в от артикле ратинг.